Павильоны есть, а вида нет. Глава города остался недоволен внешним обликом самого южного района курорта. В Сочи построят еще один современный надземный пешеходный переход. Глава госэкспертизы согласовала проект. Заплати налоги и получи новый сельский клуб. Глава города на встречу с жителями Сергей Поля заверил, к проектированию приступят в мае, но с одним условием. В Сочи появилась новая православная достопримечательность. В Салахауле облагородили и осветили источник с ключевой водой. В Сочи построят еще один современный надземный пешеходный переход. Эксперты ростовского филиала глав госэкспертизы выдали положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-осметной документации. Переход построят через федеральную трассу в поселке Вардане. Это позволит избежать транспортных заторов и создать безопасные условия для пешеходов. Переход будет перекинут через улицу Львовская в районе примыкания улицы Молодежная. Подобное уже существующим Сочи конструкциям, он будет оснащен лифтами для маломобильных граждан. Проектом предусмотрен демонтаж ряда сооружений, попадающих в зону строительства, перенос остановки, оборудование заездного кармана для автобуса и установка автопавильона. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории. Ранее ростовский филиал глав госэкспертизы выдал положительные заключения на строительство еще одного надземного перехода в поселке Якорная щель. Финансирование планируется за счет средств федерального бюджета. Помимо переходов в Лазаревском районе появится и новый объект культуры. О необходимости строительства клуба в поселке Сергей Поле шла речь накануне на встречу жителей с главой города. Во время встречи с жителями поселков Лазаревского района обсуждали вопросы безопасности наведения порядка на придомовых территориях в рамках Всекубанского месячника, стартующего 1 апреля, и уборки мусора на кладбищах. Также подняли тему ремонта дорог. Анатолий Пахомов отметил, что в рамках национального проекта безопасной дороги курорт будет ежегодно получать на ремонт дорожного полотна 830 миллионов рублей. Обновление дорожного покрытия пройдет во всех районах, в том числе и в отдаленных селах. Уже к маю будет сформирован список улиц, на которых пройдет ремонт до 2020 года. Летом составят план на следующий период. Проект будет реализовываться на протяжении пяти лет. Затронули на сходе еще одну актуальную для жителей тему. Уже много лет в Сергей Поле нет клуба. Проектирование объекта начнется в мае, правда, при условии, что селяне полностью погасят долги по налогам. У нас земельный налог должны уплачивать 210 человек. Сумма задолженности 774 тысячи. Налог на имущество должны уплатить 197 человек. Сумма задолженности 333 тысячи. И транспортный налог должны заплатить 410 человек. Сумма задолженности 4,5 миллиона рублей. Всего задолженность по Сергею Поле 5 миллионов 700. Ну какой клуб строить? За счет чего я буду его строить? Мне 40 миллионов нужно вам дать на клуб. И я стараюсь это сделать. Но надо же налоги платить. Среди проблемных в селах Лазаревского района также вопросы водоснабжения и уличного освещения. Все они взяты под контроль сотрудниками мэрии и представителями ресурсных предприятий. Самое проблемное место Краснодара ждет масштабная реконструкция. Вениамин Кондратьев проехал по музыкальному микрорайону и пообщался с местными жителями. Эту территорию неофициально называют гетто. Большинство домов там самострои. Губернатор поручил разработать комплексную программу по благоустройству. Какие изменения ждут окраину краевой столицы, расскажут наши коллеги из Краснодара. На окраине Краснодара будто сама реклама предлагает переехать в другое место. Музыкальный микрорайон в народе уже давно прозвали гетто. По сути, эта территория – один большой самострой. Здесь нет нормальных дорог, перебои с водоснабжением и отоплением, а до соседних домов буквально рукой подать. Расстояние от стен всего в несколько метров. Первые многоэтажки с нарушениями появились в 2005 году. На данный момент тут 300 домов. Губернатор края пообщался с местными жителями. Сегодня Вениамин Кондратьев приехал в музыкальный микрорайон, проблему которого решать нужно кардинально. «Лабиринт какой-то. Вот сейчас если сюда человека высадить, то он насюда выхода не найдет. Потому что здесь не расстояние между домами, здесь какие-то проходы, просто проходы. Притом, какая тут преддомовая территория. Даже если мы захотим двор сделать комфортным, мы ничего не сделаем, потому что двор не найдем. И двор здесь, к сожалению, уже сделать будет невозможно. Поэтому в любом случае нужно компенсировать чем-то другим. Здесь должны появиться тогда общественные пространства, которые принадлежат, допустим, 3-5 домам. Вот любые места, которые сегодня позволяют нам сделать сквер, скверик, маленькое даже что-то такое, озеленение надо делать. Потому что еще раз подчеркиваю, что придворовую территорию здесь сделать невозможно. Все, коллеги, закостенело. Я не могу понять, как это построилось в целом. Но еще раз хочу сказать, что я понимаю людей, но нашего понимания им мало. Им нужно, чтобы власть хоть что-то сделала, чтобы жизнь здесь стала комфортной. Коллеги, поэтому я думаю, что мы все равно попытку эту сделаем. И попытка должна увенчаться результатом. По-другому, по-другому. По-другому мы не власть. Лужи стали символом музыкального микрорайона. Вода стоит сейчас даже в подвалах многоэтажек. При том, что в последние дни здесь не было сильного дождя. В этом доме живут люди, живут дети. Вода. Вода. Фундамент в воде. Дом в воде. Сегодня нужны огромные деньги. Огромные деньги. И сегодня в любом случае мы переспредим бюджет в части того, чтобы поддержать сегодня мэра Краснодара. Потому что здесь нужна программа. Программа и серьезные деньги. В первую очередь на Ливнев. Новая ливневая канализация – это основа дальнейшего благоустройства микрорайона. Без нее здесь просто все уйдет под воду. И будет бессмысленно делать дороги или разбивать зеленые зоны. Уже завершается строительство магистральной ливневой системы по двум улицам – Московской и Петра Метальникова. В помощь коллектору оборудуют самую мощную в Краснодаре насосную станцию. По сути, для музыкального микрорайона заново закладывают всю необходимую инфраструктуру. Которая обязана была появиться еще лет 10 назад, в начале проектирования территории. Люди здесь должны жить, а не выживать. Обратил внимание мэра Вениамин Кондратьев. Павильончики, которые построены здесь, да, они, они, может быть, красивые. Но они никак не отвечают транспортной логистике, которая будет способствовать комфортному проезду, въезду и выезду жителями района из своих домов. Никак не будут способствовать, потому что они стоят посредине улицы. Улица, которая могла стать более-менее, еще раз подчеркиваю, центральная улица. Надо наложить арест на всю землю, на всю землю в судебном порядке. До тех пор, пока мы, на самом деле, не придем к полному пониманию транспортной логистики музыкального микрорайона. Казус данной окраины Краснодара еще и в том, что здесь нет юридически оформленных дорог. Из 25 километров 7 в частной собственности. И их владельцы не торопятся идти навстречу мэрии, чтобы передать участки на баланс города. Из-за этого ходить и ездить сложно уже тем, кто тут живет. Местные власти по закону не могут построить новые тротуары или отремонтировать дорогу. А собственники территории в это время просто набивают себе цену. Вот это вот таким цветом синим, это как раз их земля, которую мы будем изымать. То есть земельные участки вот этим цветом, вот эти все улицы, это все будет под изъятие. Вот это вот земли желтым цветом, неразграниченные, тоже их забираю в муниципальную собственность сейчас. Вот это весь проект планировки, который мы реализуем. Я правильно понимаю, то есть это вот это вот голубым, желтым, это сегодня нету. Все, что заберет. У муниципалита, значит, здесь нету и улиц потенциально, потому что муниципалит может делать улицы только на своей земле. То есть это потенциально те улицы, которые появятся в музыкальном микрорайоне. Давайте вот эту красивую схему, там где улицы появятся, мы наложим на алгоритм, временной алгоритм, со временем, чтобы люди понимали по срокам, когда что появится. Я вас максимально здесь поддерживаю, правильное ваше решение, что сегодня наконец-то нужно изъять земельные массивы, муниципальную собственность и потом уже, естественно, за счет муниципальных средств делать дороги, делать ливневки, делать тротуары, делать то, что позволит им нормально ездить по музыкальному микрорайону и ходить. На данный момент в музыкальном микрорайоне, по неофициальным данным, живут примерно 50 тысяч человек. И продление трамвайной линии сюда – логичное продолжение проекта транспортной доступности территории. По улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова проложат новые пути протяженностью 2,5 километра. Глобальное переустройство такой огромной территории обсуждали уже отдельно на совещании. Музыкальный микрорайон наглядно показывает болевые точки Краснодара и то, к чему может привести халатное отношение чиновников и застройщиков. Самое главное, коллеги, для всех касается, мы просто подобных микрорайонов не должны допустить. Сделайте правила землепользования застройки на все свободные территории, прилегающие к городу Краснодару. У нас вокруг Краснодара нет ни одного участка, ни массива, а участка муниципальной земли, ни краевой государственной, вся у кого-то. Поэтому правила землепользования застройки – это задача, которая должна быть решена в течение этого года. Как бы вы уже много над ней работаете, но в этом году мы должны поставить точку. Это необходимость, которая спасет завтрашний Краснодар и его развитие. Очень просто. Понятное развитие для всех развития. Комфортного, благоустроенного, удобного для жизни города. Вот что сегодня нужно. А мы правовую базу можем заложить, 100%. Жестко заложить правовую базу. Как каркас, строительный каркас Краснодара мы можем заложить. Хаос, который творился с застройкой в Краснодарском гетто еще 10-12 лет назад, моментально не исправишь. Но сделать жизнь людей комфортней – задача всех уровней власти. Будем предусматривать переустройство всех инженерных коммуникаций, которые там хаотично настроили. Сейчас проведена инвентаризация. И, конечно же, в большей степени необходимо будет выполнять уже в единых проектах, как это строится в современной микрорайоне. Да, микрорайон не станет таким, как юбилейный. Но, по крайней мере, можно гарантированно говорить, что через пару лет качество жизни мы повысим. Отдельная история и с социальными объектами в музыкальном. Там нет ни одной школы и детского сада. Как, впрочем, нет и земли под них. Строить приходится в соседних микрорайонах. Учитывая все это, Вениамин Кондратьев принял сегодня решение поддержать из краевого бюджета реконструкцию музыкального микрорайона. Тут у меня в тексте написано, что при застройке не соблюдались нормы планировки, коммуникации, прокладки сетей. Коллеги, мне кажется, это настолько преувеличение. Не то, что не соблюдались. Их вообще там не было. И никакой планировки там не было. Потому что, если бы была там планировка, если бы была схема застройки, то, наверное, бы такого бардака мы сегодня там не увидели. Не было, еще раз подчеркиваю. Не соблюдались, а не было. Просто не было. Эта территория была отдана на откуп застройщиков. Поэтому программа должна быть, финансовая поддержка этой программы будет, но программа будет городская по реконструкции музыкального микрорайона с поддержкой из краевого бюджета, безусловно. И это будет правильно. И вот в этой программе нужно заложить все мероприятия с пониманием временным, как я уже сказал, но те мероприятия, которые приведут к устранению всех проблем, о которых мы сегодня говорили. Программа будет включать поэтапное благоустройство музыкального микрорайона. Все работы и сроки в ней должны быть понятны, прозрачны и доступны общественности, чтобы люди тоже смогли контролировать масштабную реконструкцию. Александр Иванченко, Алина Сорокина, Денис Перец, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань 24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. В съезде Совета молодых депутатов Кубани приняли участие более 1600 человек. Сегодня в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» прошел 14-й съезд юных парламентариев. Участие в заседании приняли губернатор Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, члены Совета Федерации, депутаты, председатели районных советов и молодежные активисты. В таком составе они по традиции собираются раз в год обсудить проделанную работу и наметить новую программу. Губернатор Вениамин Кондратьев поприветствовал будущих законотворцев. Почти за 15 лет число молодых парламентариев выросло с 50 до 1600 человек. Это кадровый резерв ЗСК и районных советов депутатов. Его участники занимаются общественной деятельностью, проводят приемы граждан и решают вопросы волнующие жителей региона. В Сочи завершают свое обучение спасатели из Армении. В центре подготовки в поселке Красная Поляна необходимые навыки получают 10 сотрудников МЧС республики. Группа обучается в рамках соглашения о развитии сотрудничества между Южным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России и Российско-армянским центром гуманитарного реагирования. Специалисты из республики проходят теоретический и практический курс по программам горной, медицинской, технической и тактической подготовки. Вчера и сегодня спасатели закрепляли теорию и отработанные ранее в спортзале навыки альпинизма, но уже в реальных условиях. Тренировали наведение навесной переправы, а также транспортировку носилок с одного берега на другой, а также навыки промышленного альпинизма, спуск с козырька здания с использованием специального снаряжения. Город в городе. Глава Сочи подверг жесткой критике работу адлерских чиновников, которые слабо следят за внешним видом торговых объектов. Таких павильонов в Адлере множество и большая часть не соответствует единому архитектурному облику. Каждый город имеет свои отличия. Сочи, конечно, не спутаешь ни с каким другим. Более того, департамент оформления и дизайна городской среды требует сохранять стилевое единство. И Адлер, даже если и находится в 30 километрах от центра Сочи, не должен выбиваться из общей архитектурной концепции. Государство и муниципалитет вложили в Адлер очень огромные деньги, когда мы готовились к Олимпийским играм. И мы, конечно, не потерпим того, что сегодня здесь происходит в Адлере. Каждый двор обходил. Мы к Олимпийским играм навели идеальный здесь порядок. Ну, вот прошло пять лет и опять то же самое. Поэтому будем всем городом наводить здесь порядок. Улица Молокова, одна из центральных в Адлере, традиционно радует благоустроенными газонами. Но это только начало пути. Дальше одни только нарекания со стороны мэра. Каждый двор делали. Это ужас. Горе хозяева. Адлер пестрит несанкционированные вывесками и рекламой. Здесь не все, видимо, знают о правилах благоустройства городской среды. Запрещено любое, любая заклейка стекол, любое затемнение, остекление поверхности. Поэтому предприниматели обязаны это демонтировать своими силами, так как это все несанкционированное размещение. За это грозит административный штраф. Мэр дает срок за два дня. Вся наружная реклама магазинов должна соответствовать статусу курортной столицы. Вот этот торговый центр как образец. И другие должны выглядеть так же. Какие нужны другие? Откуда вы знаете? Сейчас, если говорят, вы должны читать это. Хорошо, я прочитаю. Но где это? Это куда же? Над входом. Это делается вам. Нет, это вот на вашу вот здесь. Вот это вам оформим, и все. И у вас будет здесь единый фрис. Это было в 14-й годе. Правильно, в 14-й годе. Уже обветшали фасады многоэтажек, ремонт которых запланирован и будет проведен до 1 июня. Остановки выглядят совсем нереспектабельно. Тут же адмирцы обращаются к Пахомову. Многолетний вкалип погибает и, соответственно, уже представляет угрозу для прохожих, да и соседнего здания. А причина проста. Вплотную к нему установили торговый павильон, который сам по себе не представляет никакой ценности по сравнению с сычнозеленым деревом, листья которого обладают лечебными свойствами. Причиной того, что дерево пошло так, является постройка вот этого павильона. Потому что есть санитарные зоны. 2,5 метра нужно было отступать. 2,5 метра. Раз это случилось, прокуратуру сейчас в суд. Масло в огонь подлили водители машин. Наверное, для них это норма – загонять свой транспорт на тротуары перед торговыми центрами. Мэр поручил полицейским разобраться и эвакуировать автомобили, которые припаркованы с нарушениями. Глава города отметил, несмотря на то, что отдыхающие, часто говорят, город Адлер, это всего лишь один из районов Сочи, и жить здесь и работать необходимо по общим правилам курорта. В нынешнем году должен быть утвержден новый стандарт – краснодарский чай. Этого события с нетерпением ждут и власти региона, и производители листа. Дело в том, что новый стандарт защитит настоящий чай, выращенный в Сочи, от подделок. Ожидается, что с 2020 года стандарт станет обязательным для всех производителей продукта. Эта норма четко укажет, какой именно продукт имеет право называться краснодарским чаем. В каждом из сортов должен содержаться определенный процент чайного листа, выращенного в крае. Например, для сорта «Букет» предусмотрено стопроцентное содержание таких листьев. Для сорта «Экстра» допускается 75. Пока в столице идут согласования, в Сочи бережно выращивают чайные кусты. Самая старая плантация здесь, в Салахауле, высажена 118 лет назад. Так называемые «маточные кусты» привез в Сочи пионер выращивания русского чая Иуда Кошман. Здесь жил, работал, здесь же и похоронен. Дом и опытный участок стали популярными туристическими объектами. Летом, особенно, когда со всей страны люди съезжаются отдыхать на море, они пробуют чай, потом уже по почте они заказывают этот же чай. Много людей, которые уже просто на наш чай переходят, потому что он вкусный. Развитие агротуризма на сочинских плантациях поспособствовало и омоложению коллектива. Перспективами чаеводческой отрасли заинтересовалась молодежь. Последние 3-4 года молодежь клинивается, возвращается, не уезжают, работают, оставляют. Сейчас все уходные работы в основном проделаны молодежью. Подготовка к сезону чая уже завершилась. Сейчас ждем только, как говорится, погоду. На сегодняшний день местный чай не уступает по качеству многим знаменитым сортам. Более того, сочинский чай, но уже с мацестинских плантаций, планируют экспортировать в Сербию. Об этом недавно договорились представители Балканского государства и сочинские производители. В Сочи появилась новая православная достопримечательность. В Салахауле местные жители облагородили источник с ключевой водой. Вскоре там начнется строительство часовни. Об этом роднике в Салахауле известно давно. Местные жители воду из источника называют серебряной и считают, что она обладает целебными свойствами. Вот только место до недавнего времени было невзрачным и малопривлекательным. Сегодня родник облагородили силами селян. А священники из соседнего мужского монастыря святили источник и назвали в честь Пресвятой Богородицы, о чем свидетельствует подаренная священнослужителями икона. В будущем инициативная группа поселка Салахаул планирует создать здесь небольшой архитектурный ансамбль для привлечения туристов. Когда сделали, облагородили, вывели воду, почистили его, там полностью яму вычистили, чтобы сейчас он лучше стал течь, сделаем здесь часовню, чтобы такая часовня была, чтобы человек мог приехать и именно посидеть. Не просто пришел, постоял и ушел, а вот посидеть, вот такую капитальную, хорошую часовню. Я думаю, этим летом мы начнем уже ее строительство с этой целью, чтобы люди ехали к нам, знали, что у нас есть такие места. Такая достопримечательность станет очередной в Салахауле, а впоследствии уверены местные жители и местом паломничества. Как известно, этот поселок давно пользуется популярностью у туристов и в том числе славится своими святыми источниками. А местный монастырь здесь и вовсе называют русским афоном. Сочинские вокзалы на час выключат свою подсветку. Завтра, 30 марта, Северокавказская железная дорога поддержит международную экологическую акцию «Час Земли». Это ежегодное событие проводится в последнюю субботу марта с призывом выключить свет и электроприборы на один час. Тем самым привлечь внимание к ограниченности ресурсов планеты и призвать к бережному обращению к ним. В рамках акции 30 марта с половины девятого до половины десятого вечера планируется отключить архитектурную подсветку зданий и электрооборудования. В частности, иллюминация на час погаснет на зданиях вокзалов Ростов-Главный, Краснодар-1, Олимпийский парк, Адлер, Сочи, Туапсе, Минеральные воды и Кисловодск. В то же время будет минимизировано потребление электроэнергии за счет частичного прекращения работы оборудования. Но, как отмечают на железнодороге, все это без ущерба для обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости Сочи ФКТ в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...